СМИ Белоруссии. Валютный союз пока не целесообразен. Логотип. СМИ Белоруссии. Валютный союз пока не целесообразен. И на СМИ. Россия. Обзор публикация России. 29 марта 5 апреля. East News. Titov. Lasky Diffusion. Дикий крен. Белоруссия не станет северо-западным краем России, а война на Украине может возобновиться, если США не подключаться к мирному процессу, цитирует он. 2.04. Александра Лукашенко, который дал обширное телеинтервью Медиахолдингу. Плимберг. Пассажи в отношении России подтверждают амбивалентное отношение белорусского лидера к заклятому другу, комментирует Солидарношц. 3.04. Согласно интерпретации самого Лукашенко, цель Владимира Путина – не возрождение СССР, а сохранение зоны влияния, желательно полного и исключительного. Для официального Минска это нежелательно. Американское присутствие в регионе гарантирует, по крайней мере, отчасти, независимость Белоруссии. Способна ли Белоруссия вырваться из капкана братской интеграции? Задаются вопросом. 2.04. Анализируя 17-летнюю историю союзного государства. Белорусская нация оказалась в капкане собственной незрелости. Ее ждет или сползание в евразийскую яму, или мучительная ломка через реформы с неизбежным устранением дикого крена в сторону России. Одно можно сказать точно – не получится, как некогда представлялось, без особой натуги вплыть в земной рай, присосавшись ракушкой к большому российскому кораблю. Сегодня он похож на «Титаник». Россия никогда не сможет признать Белоруссию равным партнером. Как отмечено в белорусском журнале 2.04, ни у России, ни у Белоруссии не было ни экономических, ни еще каких-нибудь серьезных оснований для заключения союза. Только пиар и взаимная поддержка режимов. Все, что связывает наши страны, работает и без этого союзного государства. Депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Николай Самосейко, напротив, уверен, что союзное государство пользуется репутацией наиболее успешного интеграционного образования на постсоветском пространстве. «Важный геополитический момент союзного государства в том, что оно выступает локомотивом евразийской интеграции и может стать площадкой, откуда будут брать свое начало проекты Евразийского экономического союза», заявил парламентарий газете «Звязда» 2.04. Главные препятствия на пути постсоветских стран в Европу сейчас создает Кремль, хотя до 2004 года Россия сама заявляла о европейском выборе, пишет Белгазета, 30.03, в материале о Международной конференции по проблемам реформ европейской политики соседства и будущего восточного партнерства. Эксперты сходятся во мнении, что для снятия напряженности на европейском континенте необходим трехсторонний диалог, ЕС, Россия и страны восточного партнерства. Однако Москва пока не демонстрирует заинтересованности в улучшении отношений с ЕС. «Нефть, не сахар, завтра твоей страны», 31.03, обращает внимание на то, что в правительстве России сочли нецелесообразным в ближайшее время создавать валютный союз. Для ЕС более актуальны другие проблемы. В частности, свободу движения товара ограничивают санитарные, фитосанитарные и другие нормы. Нет также полной свободы перемещения трудовых ресурсов, движения капитала. С точки зрения белорусской деловой газеты 3.04, Москва вновь подталкивает белорусское руководство к ускоренной реализации пяти интеграционных проектов в промышленности, которые буксуют уже несколько лет. По итогам визита в Минск госсекретаря союзного государства Григория Рапаты констатируется, что в Москве решили перевести данный процесс из экономической плоскости в политическую. Видимо, российское руководство дает понять своему белорусскому союзнику, раз нужны деньги перед выборами, то придется уступить что-то из собственности, чтобы экономика совсем не заглохла. Уровень доверия россиян к белорусам приближается к 90%. Республику считают самым стабильным партнером и надежным союзником, у нас много общего в политике, экономике и истории. Таковы данные Григория Рапаты, сообщает онт 2.04. У официального Минска больше шансов получить финансовую помощь из Кремля, чем из Евразийского антикризисного фонда, полагает завтра твоей страны. 4.04. Это может быть бюджетный или межбанковский кредит, говорит эксперт из Дания. При определенных условиях российское правительство может даже выделить нам деньги из фонда благосостояния, хотя там не предусмотрено кредитование других стран. Но, если Владимир Путин прикажет, то остальные будут только думать, как это дело оформить. Нефть – не сахар, а главный подсластитель белорусско-российской интеграции. Поэтому сокращение объемов поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок стало лишь предметом обсуждения в ходе межправительственных консультаций, но не поводом для открытия нового фронта в необъявленной валютно-торговой войне, отмечает «Белгазета» 29.03. По ее данным, в этом году Минск дал понять, что на белорусский бензин по социально доступным ценам Россия может не рассчитывать, но этим и ограничился, хотя вполне мог потребовать и дополнительную компенсацию от Москвы. Опубликовано 6 апреля 2015 года 16.19.